Александр Егорьевич, мы обращаемся к вам с просьбой, чтобы в станице нашей Абадзевской сделали местный автобус, хотя бы для учащихся, для садика. У нас садик находится 5 километров. Мы, мои девчонки, знакомые, все, которые, детки, ходят в садик, мы проголосуем за вас. От кандидата я, например, хочу то, чтобы было людям легче, чтобы бесплатная учеба была, чтобы почаще приезжал, расспрашивал, что людям нужно, что не хватает, в чем пресекают людей. Вот это от кандидата требуется. Обязаны законы знать, что нужно, обязаны человека знать. Александр Георгиевич, дайте нам рабочие места, пожалуйста. У нас нет работы, мы сидим без работы. А в город добираться очень дорого и тяжело, особенно зимой. Мы надеемся на вашу помощь. Спасибо. Ну, хочу сказать, молодежь у нас в центре в основном, ну, бухает, да, в основном. Ну, по спорту то мало кто еще занимается. Спортзал да есть, ну, маленькое помещение, конечно, ну, так занимаются, так для себя там люди там приходят. В основном охота и расширить, чтобы молодежь тоже там спортом увлекалась, чтобы меньше там употребляла там гадость. Жили все в достатке, молодежь, как раньше. Хочу, как бы, стремление в основном, чтобы было. Ничего такого не творилось, чтобы беспредела не было, ну, среди граждан, чтобы все были нормально, чтобы все шли голосовать за Петлина Александра Георгиевича. Очень хороший мужик, желаю тебе. Я, конечно, советую, чтобы молодежь голосовала за Петлина Александра Георгиевича. Я за него, за. Субтитры сделал DimaTorzok